Всем привет, меня зовут Алена. Наверное, моя история одна из самых банальных будет. Декрет. После года в декрете я подумала, что пора, пора чем-нибудь уже заняться. Так как по своей натуре я очень творческий человек, я всегда искала какое-то творческое начало в своей работе, и до этого пока работала. До этого работала офисным работником, но офисная работа всегда была связана с творчеством, потому что это была пиар-общественная работа, это организация мероприятий, разных каких-то конкурсов, проведение праздников у детей. И, конечно, в декрете мне этого очень сильно не хватало. Но жизнь мамы, она не всегда, так сказать, посвящена только тебе. В большинстве случаев это, в первую очередь, семья. И тут, конечно, начинаешь искать выход из ситуации, начиная от всяких тортов, каких-то занятий рукоделием. Я неожиданно пришла для себя к флористике, хотя никогда вообще, никогда не рассматривала, ну, вообще, как что-то серьезное для себя именно флористику. И тут я получила один раз букет. Это был фруктовый букет. Для меня он произвел тогда какой-то прям, не знаю, фейерверк эмоций, который просто перевернул мое представление о флористике. Я подумала, о, вот это, наверное, могло бы быть интересно. Задарила, ну, естественно, начала искать информацию в интернете, прошла онлайн. Первый мой флористический такой опыт в обучении был онлайн школы, за что я тоже благодарна. На тот момент это был единственный выход. Вот, и первые мои клиенты, так сказать, это были, конечно же, друзья. На друзьях мы, я оттачивала все свое мастерство, придумывала какие-то новые сочетания, идеи, задарила друзей всех своих букетами. Ну, и когда уже поняла, что, ну, да, я молодец, надо двигаться дальше, я, конечно же, подумала о цветочной флористике, о такой классической флористике в этом понятии. Но, ну, мне, конечно, нужна была теория информации в интернете, не знаю, в, да, в печатных изданиях слишком много, ее надо было фильтровать, на что у меня не было совершенно времени. Я поняла, что мне нужен был именно какой-то педагог. Просто курсы мне не подходили. У меня, ну, я искала свой индивидуальный график. Мне нужны были индивидуальные, индивидуальный курс, который я бы могла выстроить по времени исключительно для себя. Вот, и могу сказать, что это очень сложно. Количество курсов флористики в Санкт-Петербурге огромное множество, огромное множество. Да, есть хорошие отзывы, плохие, но я прямо искала очень долго, могу сказать. И это был прям такой магический момент, когда я наткнулась на страницу Лены. Сейчас расскажу. Моя свадьба проходила на базе отдыха Ильичева. Это было еще за два года до нашего знакомства с Леной. Вот, я просто просматривая ленту в Инстаграме, натыкаюсь на шикарное, просто свадебное оформление и думаю, о, как красиво. И тут же я узнаю эту базу, свою базу, в которую я вообще была влюблена полностью. Ну, конечно, из любопытства захожу, думаю, кто, что, почему такой красивый декор. И первое слово, которое бросается на ее странице, это обучение. Я думаю, о, нет, даже не то, что индивидуальное обучение, да, я думала, о, то, что надо. То есть, когда ты просматриваешь просто курсы флористики, в Яндексе, в Гугле, у тебя просто голова пухнет от того, ну, сколько всего предлагают, всякие темы и так далее. И тут просто я прям точно понимаю, что все, вот это мое. Я моментально ей пишу, вот, мы сразу назначаем время и буквально через несколько дней я уже на курсе начала изучать этот просто потрясающий мир. Это действительно какое-то открытие было для меня, потому что такой флористики я еще, ну, для себя не представляла. Относясь до этого абсолютно спокойно к цветам, там, не знаю, к зелени и так далее, я поняла, насколько это живой, какой это живой материал, какой это классный материал, ароматный, как он создает настроение. Вот, и, ну, в этом заслуга, конечно, Лены, потому что я видела, как она относится к цветам, как цветы к ней относятся, потому что такая стойкость ее цветов меня, конечно, в первое время просто удивляла. Я просто даже не понимала, чем она обрабатывает цветы, чем она пропитывает цветы, почему они так долго стоят. Вот, и она очень долго мне рассказывала о том, как надо относиться к цветам. Не знаю, рассказывают ли это на других курсах флористики, но я считаю, что это один из основных моментов. Это принятие и понятие внутри, как такой профессии флориста, как ты должен относиться к цветам, как ты должен относиться к этой профессии. И если ты это принимаешь внутри себя, то и цветы тоже примут тебя, и вы будете дружить. Это больше, чем дружба, это любовь уже. Вот, каждый цветок. То есть сейчас уже спустя два года, как я прошла обучение, отношусь я к каждому цветку с огромной любовью, с огромной нежностью, и я вижу вот эту отдачу и мне тоже. Они живые, они как дети, за ними надо ухаживать и любить в первую очередь. Можно посмотреть, как у Павла Гарбеевна. Да, конечно. Не знаю, повезло мне или нет, но все настолько удачно сложилось. Я проходила курс буквально за несколько, ну где-то за неделю, за пару недель до 8 марта. Это такой самый основной флористический сезон, можно сказать. Активное время для флориста. Ну и так как я уже была, заявила себя как флорист, у меня была своя страничка, у меня уже была своя небольшая клиентская база. Я рассказываю, естественно, на своей странице, что я начала заниматься обычными букетами цветочными. Пошли заказы. И огромное спасибо этому 8 марта, потому что отточить технику, которую я впитала на обучение у Лены, я все это отточила на букетах благодаря тому 8 марта. И у меня появилось портфолио, у меня появились свои клиенты. Все не очень быстро, не очень складно. То есть потихоньку, потихоньку, один букет, два букета. К этому тоже надо прийти. То есть когда я, может, обучалась, я уже мечтала о больших заказах. И так далее. Но нет. Их, естественно, не было. Были какие-то единичные заказы. Но это тоже очень здорово, потому что, когда у тебя единичные заказы, ты прям максимально думаешь о каждом букете, о его наполнении, о его составляющих. Думаешь о каждом цветочке. И, в принципе, даже сейчас, возвращаясь к тому моменту, я смотрю на те букеты, и они мне прям нравятся. Очень нравятся, потому что я понимаю, что я очень много времени уделяла каждому букету. То есть даже когда там на базе я собирала цветы, на закупку приезжала. То есть тоже такой необходимый момент в обучении, в таком начальном этапе, когда ты думаешь, что именно, как, в какой форме, в каком формате. То есть, наверное, не стоит спешить и бежать за кассовыми такими заказами, а потренироваться на небольших букетах и вложить в них всю душу. Ну и, естественно, дальше наступило лето. И для меня было, конечно, неожиданностью, когда Лена позвала меня в первый раз работать на свадьбе. Все было под ее руководством, естественно. Было очень... Ну, все схематично, я все прекрасно понимала, все было разобрано. Что касается работы, да, там, кто чем занимается, не было никаких вопросов, каждый занимался своим делом. За что ей тоже большое спасибо. Это огромный плюс, наверное, уже в работе организатора, декоратора. Вот. И дальше я уже начала работать вместе с Леной на свадьбе, на свадебном декоре. Вот. Получая еще один опыт. И уже, конечно, что касается свадеб, тут уже сложно устоять. Это тоже такой отдельный мир. Это в первую очередь счастливые лица молодых. И, ну, ты не только подпитываешься красивыми работами и так далее, но и, конечно, благодарностью от своих клиентов и так далее. И от этого уже сложно отказаться. И сейчас уже принимая свадебные заказы и тоже оформляя свадебный декор, ну, мне очень нравится. Это очень классная стезя, в которой можно развиваться бесконечно. Вообще флористика, декор – самая такая динамично развивающаяся вещь, где ты можешь развиваться, фантазировать, что-то придумывать. Главное – не стоять на месте, делать, не бояться и двигаться вперед. И я, конечно, очень рада, что флористика уже стала делом моей жизни, стилем моей жизни. Дальнейшую свою жизнь я представляю только в этом деле, в развитии его. И, конечно, счастлива. Хотела бы пожелать абсолютно всем, кто придет на обучающий курс, будь то мастер-классы, либо это какой-то полный курс погружения во флористику, в первую очередь прочувствовать ту прекрасную атмосферу, которую подарят вам и цветы, которую подарит вам Лена. Лена рассказывает гораздо больше, чем просто какая-то теория о цветах, о спирали, то есть о каких-то форматах букета. Она рассказывает гораздо глубже. Это очень важно о том, как надо относиться к цветам, как надо относиться к профессии. И, наверное, на начальном этапе это самое важное. Теорию вы можете получить где угодно, абсолютно. Даже на самостоятельном обучении. А для чего, зачем вам? И как полюбить эту профессию? Этим Лена может поделиться. И это очень ценно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...